Субтитры сделал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры сделал DimaTorzok Слова тебе всяческих ради Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Святой Божий Исцели немощи нашей имени Субтитры сделал DimaTorzok Да будет воля Твоя Субтитры сделал DimaTorzok Но страхом зовем полуночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аллилуйя Славьте Господа Ибо Он благ Ибо вовек милость Его Кто изречет могущество Господа Возвестит все хвалы Его Блаженный хранящий суд И творящий правду во всякое время Вспомни о мне, Господи В благоволении к народу Твоему Посети меня спасением Твоим Дабы мне видеть благоденствия избранных Твоих Веселиться весельем народа Твоего Хвалиться с наследием Твоим Согрешили мы с отцами нашими Совершили беззаконие Соделали неправду Отцы наши в Египте Не уразумели чудес Твоих Не помнили множество милости Твоих И возмутились у моря Утерну много моря Но Он спас их ради имени Своего Дабы показать могущество Своего Своё Грозный рек морю чернул И оно иссохло И провел их по бездам, как по суше И спас их от руки ненавидящего И избавил их от руки врага Воды покрыли врагов их Ни одного из них не осталось И поверили они словам Его И поглотила дофана И покрыла скопище Аверона И возгорелся огонь скопища их Пламень попалил нечестивых Сделали телеца у Харива И поклонились истукану И променяли славу свою На изображение вала Идущего траву Забыли Бога спасителя своего Совершившего великое в Египте Дивное в земле хамовой Страшное у черного моря И хотелось требить их Если бы Моисей избранный его Не стал перед ним в расселении Чтобы отвратить ярость его Да не погубит их И презрели они землю желанную Не верили слову его И роптали в шатрах своих Не слушались глаза Господня И поднял он руку свою на них Чтобы не зложить их в пустыне Не зложить племя их в народах И рассеять их по землям Они прилепились к Алфигору И ели жертву бездушным И раздражали Бога делами своими И вторилась к ним язва И восстал Финиес И произвел суд И остановилась язва И это вменено ему в праведность В роды и роды вовеки И прогневали Бога у вод Миривы И Моисей потерпел за них Ибо они огорчили дух его И он погрешил устами своими Не истребили народов О которых сказал им Господь Но смешались с язычниками И научились делам их Служили истуканам их Которые были для них сетью И приносили сыновей своих И дочерей своих В жертву бесам Проливали кровь невинную Кровь сыновей своих И дочерей своих Которых приносили в жертву Идолам ханаанским И осквернилась земля кровью Оскверняли себя делами своими Блудодействовали поступками своими И воспылал гнев Господа Народ его И вознушался он наследием своим И предал их в руки язычников И ненавидящие их стали обладать ими Враги их утесняли их И они смирялись под рукой их Много раз он избавлял их Они же раздражали упорством своим И были уничижаемы за беззаконие свое Но он презирал на скорбь их Когда слышал вопли их И вспоминал завет свой с ними И раскаялся по множеству милости своей И возбуждал к ним сострадание во всех Принявших их Спаси нас Господи Божий наш И собери нас от народов Дабы славить Святое Имя Твое Хвалиться Твоей славою Благосен Господь Бог Израилев От века и до века И доскажет весь народ Аминь, Аллилуйя Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присны во веки веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе Божием Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе Божием Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе Божием Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присны во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По своему многу любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова Спаситель Спаси мне благодатью Твоею Молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня То ты не будешь благодатью и даром Но более делом Ей многие щедроты И неизречены в милости Ибо ты сказал Что верующий в меня жив будет И не увидит смертью во веки Итак Если вера в Тебя Спаса от отчаявшихся То верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дела Домеется мне, Боже мой Потому что совершенно не найти Дело правдущих меня Но это вера Да будет прежде всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да я предчастникам славу Твою вечной И да не похитит меня Сатана И не похвалится Слово Что отторгнет Твоих руки ограды Но или хочу спаси меня Или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее Скорее Погиб я Ибо Ты Бог мой Очерил Матери моей Сподобий меня Господи Возлюбить Тебя Теперь так же Как возлюбил Я к этому Свой тайный грех И чтобы снова Потрудиться для Тебя Без лени Усердно Как прежде Потрудился Сатане Прещающему Особенно же Потружусь для Тебя Господа и Бога Моя Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне всегда Веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь охранить Мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня Грешного И не отступи от меня За него Сдержание мое Не дай возможности Злому демону Починить мне себе При обладании От твоих смертного тела Возьми крепко Несчастную И опустившуюся Руку мою И выведи меня На путь спасения О святую Ангел Божий Хранитель Покровитель Беды в душе И тела Прости мне Все Чем я оскорбил Тебя В оседние Мои жизни И если я чем Согрешил Прошедшую ночь Защити меня Настоящий день И сохрани Меня от всякого Искушения Вражеского Чтобы у меня Не проникнуть Бога Никаким грехом И молись За меня Господу Чтобы он Утвердил У меня Страхи Своем И сделал Меня рабом Достойно Своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими Святыми Всесильными Молитвами Отгонять Меня Смиренно Несчастного Раба Твоего Уныние Заввение Неразумие Нерадение Удали Скверные Лукавые И хульные Помыслы Из-за Каяна Моего Сердца И помраченного Ума Моего И погаси Плавим Срастей Ибо Я Бог Несчастен Избавь Меня От Моги Пагубных Воспоминаний И Помыслов И освободи Меня От всяких Злодеяний Ибо Тебя Благословляют Благословен Ты в женах И благословен Плод Метрополита Иллариона Епископа Евтихия Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священария Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия И Анна Михаила Наума Кирилла Амросия Вадима Засима Люфе Андрея Максима Владимира И Глебу Не дай погибнуть Диакон Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Метрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диодора Метрополита Тихона И весь Священнический Иноческий Чин И высшие Истинные Служители Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дай еще Священника Если угодно Тебе Божия Смири Власти Воинств Твоих Наведи Страх Твой На них И через них Сотвори Благой От церкви Твоей Дабы Издавали Мудрые Законы И дали Достойно Жить Людям Дабы Было Еще Уделять Нуждающимся И сохрани Их От покушения На них Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена Амена И даруй И даруй Жизнь Жизнь Нашу Продлил Знающими И любящие Частья Аллилуйя И благодетели Наши От духа Лжи Не дай ему Погибнуть И даруй Духовное Рождение Никите Виталию И желание Трудиться В поте Лица Аллилуйя Слава тебе Боже Наш Великий Дивный Господь Посети Болящих Дай силу Перенести Страдания Безропотно И пошли Им Исцеление Валерия Илариона Кирилла Алексея Игоря Александра Валентину Валентину Татьяну Татьяну Анну Марию Нианилу Аллилуйя Надежду Благодарю тебя Господи За друзей За врагов За здоровье За болезни Ибо по твоему Благоволению Все это может Оказаться На пользу нам Аллилуйя И сохрани Наше сокровище В интернете Книги Здесь и в пути И трудящихся Игоря Юлию И при Викторе Сергея Сергея Андрея Андрея Вячеслава Семейство Содружествую Илью И всех Помогающим В деле Благовестия Кому Познакомились Кому Возвестили Слово Истины Благостои Софию Найди Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Симона Леонтия Аллилуйя Слава Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова А во Отче Свят 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 Господь Сава Вся Земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле Мир В Человеках Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи За тот День В который Дал Мне Вер В Тебя Страх Пред Тобой И Ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи Боже Мой За День В который Дал Ты Мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов И на Каноны Церкви Как На Истину Аллилуйя Воздай Вечности Всем Трудившись Над моей Душою Марию Стефана Александра Михаила И Анну Благослови Вечности Прибыть С Тобою Пресвятая Госпожа Богородица Присна Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас молитвами Своими Аллилуйя Благослови Всех Помогавших Нам В путешествии Николая Виктора Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Надежду Чудотворец Иеремия Благослови 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 Дабы никто Благослови Нас молитвами Благослови 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 Нас молитвами поругание, исправь непокоримость Галины из семейства Евгения, надежды Святаны Марии Равис. Людмилы и Анны. И прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Иисуса Христа Единородного Тебя, ради пролитой им крови за каждого человека, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Боже, услыши и исполни по милосердию Твоему. Аллилуйя! Аминь! Говори, Господи, владыка, слушает и дослышит трап твой. Трап твой. Субтитры создавал DimaTorzok аминь доброе утро всем доброе утро доброе утро вы других то приглашайте чтобы хоть раз пришли они на молитву так сергей павлович ты по порядку знаешь что вести я все твое скачал вот как ведешь так веди ничего не меняй но только сейчас заканчиваешь это первый том то дальше по порядку идет и чтобы вот как сейчас идет надписи были видны я кое-где могу став тавочки даже сделать на это тоже надо время тут хорошо их по отдельности разделяешь я уже их выставлять начал бог помощь ничего не не пропускать ну и поменьше чтобы ошибок было решение во славу божию вопрос 125 у современного священства часто появляются папские замашки стремление держать под неналичным контролем все общинные дела рулить всеми процессами распоряжаться деньгами каково должно быть положение священника в общине каковы его полномочия является ли его слово решающим в принятии совместных решений отвечает Игнатий Тихонович Лавкин непонятно кто это пишет член ли общины знает ли человек этот задавший вопрос что такое приход и что есть подлинная община христианская возрожденная живая кто этого различия не делает тот и не заложил в этот вопрос всей важности дела только не нравится ему что-то он и пытается сориентироваться как бы лучше быть могло или этот член общины и даже быть может нашей крестовоздвиженской в городе Барнауле но ему точно также не нравится многое у нас в особенности же священник наш отвечаю с позиции как бы я сам был священником и конечно же в настоящий общине где люди возрождены от духа святого где прихожане любят слово божие осознанно идут в храм священник и должен быть настоящим полновластным хозяином в общине не говорю про приход где ушел пришел пришел ушел и никто никого не знает священник это капитан на корабле церковь есть корабль первое послание петра 320 откроем некогда непокорным ожидавшему и в божию долготерпению во дни ноя во время строения ковчега в котором немногие то есть восемь душ спаслись от воды он должен вникать во все дела в отношения разрешать спор конфликтную ситуацию выправить показать лучший выход из тупиковой ситуации про деньги и говорить не нужно они то есть десятина прибытков наших всего что мы зарабатываем принадлежат ему по праву от бога это его законная добыча книга малахия 3 глава с 8 по 10 стихи можно ли человеку обкрадывать бога а вы обкрадываете меня скажите чем обкрадываем у тебя десятинаю и приношениями проклятием вы прокляты потому что вы весь народ обкрадываете меня принесите все десятины в дом хранилища чтобы в доме моем была пища и хотя в этом испытайте меня говорит господь самов не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка если же священник не может рулить то он просто пассажир его слова при условии что сам он возрожденный рожденный свыше должно быть исполнено благодать и истины и приправлено солью его слова должны ждать его слова должны ждать все благодарение богу у нас в общине именно такой священник и в нужном месте он вмешается примирить скажет и твердое слово ситуация общине под полным контролем ему может возражать любой на основании священного писания если же он заносится его повело на сторону рассуждениях или в вопросах кассы общей то община вправе осадить его по закону обычно так или всем он руководит давит или безвольный наемник нужна золотая середина добрый отец в общении с детьми добрый друг и нянька и врач и кормилис строгий хозяин и тятя добрый вопрос 126 что вы знаете о русской православной автономной церкви расскажите об этом я повторяю еще что это вопросы записки на бумаге которые мне присылали когда я за кафедрой стою там в университетах техниках малиции по радио не знаю я только в общем то разницы нет и поэтому когда отвечал люди стали говорить это надо сохранить вот допустим выступает там отвечает на вопросы смирнов ткачев что он отвечает нигде я не видел чтобы это было напечатано нету он сказал сейчас выключи электричество нигде ничего нет здесь сохранилось благодаря просьбе слушателей четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса и ответа разбитая на пятьдесят пять папок вот сейчас мы проходим последние пятьдесят пятая брат наш сергей павлович занимается этим церковь именно церкви вопросы потом дальше будет царь а с той стороны идет веществлав семенов первое начинается там бесы колдовство б б потом в так идет потом мы молитвой так по порядку по порядку это все надо озвучить и поэтому у кого есть какие-то добавки вы можете зайти по скайпу и сказать а вот это вот это так вот так все еще раз повторюсь вопрос 126 что вы знаете об русской православной автономной церкви расскажите об этом это первый том открытым оком наши книги первый том в котором 600 вопросов просмотрена дальше 601 уже во втором томе и так далее вперед ответ Суздаль ныне в звании митрополита Валентин Русанцев из московской патриархии перешел в РПЦЗ не поладил и образовал свою отдельную автономию кто из них был там прав здесь не по библии вопрос а по тем материалам какие они постоянно мне присылают на них и сошлюсь и как это мне видится считаю что отлучать ни его ни его последователей не нужно было это кроме вреда ничего не принесло кто участвовал в его запрещении и снятие сана потом оказались в не лучшем положении для меня он такой же как наш благочинный Войтович все ордена собрал еще при той власти но это его личное дело вопрос очевидно о законности его образования признаю его законным архиереем хотя его запрещали одновременно и московская патриархия и русская православная церковь за границей тот тоже запах неоднозначный запрещение ничего не давали никогда пошел он пусть трудится он много открыл храмов но для меня главное жизнь во Христе проповедь Евангелия и жизнь в трудах многих в бедности когда мы только готовились зарегистрировать нашу крестовозреженскую общину то будучи еще архимандритом он помог запросам в местные органы снять с него и с них все запрещения и он должен быть официально реабилитирован как и отец Глеб Якунин отлучали не за грех а за личные непокорности тем кто с ним поступали тоже не по ласке и не по любви вопрос 127 что означает соборование во все ли четыре поста надо собороваться что оно дает и как к нему готовиться идти в храм натощак или можно поесть отвечает Игнатий Тихонович Лапкин послание Иакова 5 глава 14 стих болен ли кто из вас пусть призовет присвятеров в церкви и пусть помолятся над ним помазав его елеем во имя Господне соборованием называется это таинство фактически из двух буквок в одном месте Библии о то есть не одного позвать присвитера но несколько собрание собор присвитеров соборование это не библейское выражение все что касается этого таинства придумано намного позже оформлено в определенные рамки ниоткуда не видно что должно быть непременно семь присвятеров или заменяющий их один разъездной епископ главное условие не пост а болезнь и болезнь очень серьезная с призывом скорой церковной помощи на дом призовет то есть через кого то или сам что маловероятно ни о каком соборовании в храме нет и речи все это вопреки написанному в Библии а значит и настаивать на этом не нужно помолятся над ним не с ним а именно над ним то есть больной находится ниже молящегося над ним помазав его не говорится ни о том какой член должен быть помазан вернее всего чело или больное место не то сколько раз значит настаивать и на этом не нужно при святеров церкви ни начетников не имеющих рукоположения ни самоизмышленных пасторов сектантов протестантов у которых нет истинного рукоположения а значит не может быть ни одного таинства послание иакова 5 глава 15 стих и молитва веры исцелит болящего и восставит его господь и если он соделал грехи простятся ему в непременное условие ставится исцеление болящего его восстановление и прощение грехов первое условие видимое и известным делается для всех второе невидимое прощение грехов и здесь могут манипулировать исполнители как угодно вариант заблуждения и заблуждаясь евангелие от матфея 9 глава 5 стих ибо что легче сказать прощаются тебе грехи или сказать встань и ходи и что легче притворить в жизнь ни натощак ни после еды этих слов нет и поэтому настаивать на них никто не должен Вопрос 128 Я еще не приняла крещение и хочу спросить о десятине можно ли ее платить сейчас или же только после принятия крещения и что такое десятина для верующего отвечает Игнати Тихонович Лавкин Книга Левит 27 глава 30 стих И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу это святыня Господня числа 18 21 А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего что у Израиля за службу их за то что они отправляют службы в Скинии собрания Второзаконие 12 6 И туда приносите все сожжения ваши и жертвы ваши и десятины ваши и возношения рук ваших и обеты ваши и добровольные приношения ваши и мирные жертвы ваши и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего 2 книга царств 31 глава 5 стих ниеме 10 глава 37 стих и начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших и плодов от всякого дерева вина и масло мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину из земли нашей левитам они левиты будут брать десятину во всех городах где у нас земледелие книга пророка Амоса 4 глава 4 стих идите в Вифиль и грешите в Галгал и умножайте преступления приносите жертвы ваши каждое утро десятины ваши хотя через каждые три дня Малахия 3.8 Много ли человеку можно ли человеку обкрадывать Бога а вы обкрадываете меня скажите чем обкрадываем мы тебя десятиною и приношениями Сирахова 35.8 при всяком даре имей лице веселое и в радости посвящай десятину книга Тавита 1 глава 6 по 8 стихи я я один часто ходил в Иерусалим на праздники как предписано всему Израилю установление вечным с начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец десятина установления Божия которое перешло в апостольскую церковь в Киеве на месте гибели первомучеников Феодора и Иоанна была воздвигнута десятинная церковь во имя успения Божьей Матери ставшая центром общерусского сбора церковной десятины пожалованной церкви святым князем Владимиром десятину платит и оглашенный она идет на содержание священства так как оглашенные также пользуются услугами заботой священника вопрос 129 является ли зарубежная церковь раскольнической отвечает Игнать Тихонович Лапкин вначале нужно определить что такое раскол и от чего откалывается раскалывается от какого-то целого по отношению к иудеям христианство было ересью книга Деяний 24 глава 5 стих найдя сего человека язвую общество возбудителем мятежа между иудеями живущими по вселенной и представителем назарейской ересь на Русь было принято вполне искаженное христианство но многие его приняли как абсолютно соответствующие апостольской церкви и готовы умереть за единую букву как протопоп Авакум за букву богослужебных книг если бы была такая ревность у членов кружка ревнителей в которые входил Никон и Авакум о чистоте перевода Библии исходя из логики рассуждения что все принятое на Руси из Византии было истинным апостольским тогда Никон и его последователи есть раскольники если принятое на Руси при князе Владимире было не неверным а истину наврел только Никон через своих посыльных грехов тогда последователи старого обряда раскольники а все святые вместе с князем Владимиром до 17 века тоже раскольники если бежать от гонителей не запрещено а с отступающими войсками белогвардейцев ушли архиереи и священства то они не раскольники а изгнальники таковыми они были при погрузке на корабли а при разгрузке в зарубежье и при разгрузке в зарубежье и когда стали совершать там богослужения и когда составили свой синод пусть представители московской советской патриархии скажут сегодня в какой день и час русские изгнальники в лице кого стали раскольниками начиная с послания патриарха Тихона начиная с послания патриарха Тихона или декларации Сергия но ни то ни другое не определяло их статус как положение раскольников значит миф о расколе запустили иерочекисты краснопогонные попы отцы звездонии по войтовичу сталинско бериевская советская московская патриархия чтобы скрыть от всех что они то и есть самые настоящие раскольники московская патриархия образованная Сталином и Берием в июле 1943 года ни по духу ни легитимно ни связано с дореволюционной церковью двукратные что это собор или правило пятнадцатое что определено о пресвитерах и епископах и митрополитах то самое и наипаче приличествует патриархам посему если который пресвитер или епископ или митрополит дерзнет отступить от общения со своим патриархом и не будет возносить имя его по определенному или установленному чину в божественном тайной действии но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его учинит раскол такового святые собор определил быть совершенно чужду всякого священства если только облечен будет всем беззаконен впрочем сие определено и утверждено о тех кои под предлогом некоторых обвинений отступают от своих предстоятелей и творят расколы и расторгают единство церкви ибо отделяющиеся от общения с предстоятелем ради некой ереси осужденной святыми соборами или отцами когда то есть когда то есть он проповедует ереси народно и учит оно и открыто в церкви таковы если и оградят себя от общения с глаголевым епископом прежде соборного рассмотрения не только не подлежат положенные правилам эпитемии но и достойны чести подобающей православным ибо они осудили не епископов а лжеепископов и лжеучителей и не расколом пресекли единство церкви но подчились охранить церковь от расколов и раздевений сергей сейчас открой наш сайт библейский и там посмотри продолжение идет что в какую палку ну какую какую шел ты а ты же от церкви вот церковь и ткни вот а теперь вот так кверху поднимай до самого верха а вот теперь смотри какие вопросы идут здесь вот дальше продолжение вот это что синий идет прочитаешь тогда перейдешь на следующий мы прошли первый том в котором много сказано о церкви теперь том 2 там есть на 3 вот вопрос я веду где а ну давай во славу божию побольше насчитывай утром все теперь понятно а то я уж хотел было перри перескочить на нет нет я предупреждал был просто вот она идет по порядку все теперь второй том все дальше третий том и до конца все спаси христос понятно получилось у вас скачать значит да а то Володя звонил вчера получилось как надо благодарен очень все у тебя хорошо идет слава богу ничего не меняй без совета будет только хуже и все хорошо идет и считаешь мы благодарны просто богу слава христу все с богом а почему подожди ты сегодня то начни два три прочитай еще вопросы два три давай на шерсть уже людям надо на работу прочитай чтобы вошел ты тебе легче будет и пометь каким окончишь и ты говори второй том открытым оком это вот я это и это что это очень и это так это Второй том, книга «Открытым оком», вопрос 656, тема «Церковь». «Есть ли на земле непогрешимая церковь?» Отвечает Игнать Тихонич Челапкин. Теоретически была только одна, и при том непогрешимая, но в адрес... Нет, не, 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 не погрешимая. Простите, теоретически была только одна, и при том не непогрешимая, но в адрес которой не было ни одной угрозы, ни одного упрёка от Бога Христа. Книга «Откровений», 3 глава, 7 по 13 стихи. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить её. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово моё, и не отрёкся имени моего». Вот, я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все, гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. «И напишу на нём имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя моё новое, имеющий ухо, да услышит, что дух говорит церквам». «Ещё вопроса два, озвучь». Вопрос 672, второй том «Открытым оком». «Объясните, пожалуйста, что значит «взятые в удел» и «царственное священство»?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Удел, область, сфера влияния. Сфера владения, простите. Первая Петра, вторая глава, девятый стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Царственное священство – это соединение двух колен – Иудина и Левина. Таково происхождение Христа по предкам, а значит и наше. «Мы одновременно являемся священниками, приносящими духовные жертвы славословия Христу и одновременно должны царствовать над грехом». Откровение 1.6. «И сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Книга Откровения, 5 глава, 10 стих. «И садел нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Книга Откровения, 20 глава, 6 стих. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первого. Над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Псалом, 50-й, 19 стих. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом, 140-й, 2 стих. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Книга Открытым оком, том 2, вопрос 738. Почему правило апостолов запрещает праздновать Святую Пасху вместе с иудеями? Католики перешли на новый стиль. У них уже случалось так, что их Пасха совпадала с иудейской. Если мы перейдем на новый стиль, то Великая Суббота не будет совпадать со временем, когда сходит благодатный огонь на гроб Господень. Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. «Этот большой вопрос не содержит в себе ничего того, что касается спасения. Все это надуманное. Ни о новом стиле, ни о благодатном огне нет даже пол-слова на страницах Библии. Вот почему слово «чистый» резко отличается от слова «нечистый». Библия заканчивается тем, что будет тому, кто к чистому Слову Божию добавляет нечистоту измышлений. «Мы должны заботиться об огне Духа Святого, который сошел на апостолов в Пятидесятницу, чтобы мы пламенели любовью к Богу. И в душе у нас круглый год была Пасха Христова. А все остальное с заботой о старом или новом стиле есть попытка занять свое сознание, не занятое Словом Божиим. И придают этому такое значение, как будто бы все это установлено от самого Бога. Если этот огонь действительно благодатный и действительно от Бога Творца, то почему люди, которые прикасаются к нему, вообще и никак не меняются в лучшую сторону? Когда смотришь на видеокассете и на снимках на весь этот ажиотаж съехавшихся от всего мира паломников, то только и воскликнешь вместе с Самсоном. Где ты, Господи? Дай мне воды, или я умру в этой пустыне. Как будто бы собираются в огромный цирк и ждут представления. Иудеи требуют чудес. Как определить, где истина в православии, католицизме, Григориано-Армянской церкви, Копской или Сирской? Потому что во всех сих есть священство по рукоположению, непрерывно восходящее к апостолу. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот вопрос меня всегда интересовал. Буду говорить лично о себе. Я пошел путем критического анализа, держа Библию, как непререкаемый абсолютный авторитет. По любому вопросу нужно узнать, что об этом говорит Библия. Если в Библии ничего нет, считать этот вопрос второстепенным, а значит не настаивать на принятии этого другими. Догматика, выработанная и принятая на вселенских соборах, была одна для всех. И этому нужно было покориться. А если они были в чем-то не согласны и отделились от церкви, нужно постараться узнать их толкование этого вопроса и искренне молить о том, чтобы сам Бог открыл, как нужно понимать. По всем вопросам написанной книги, не поленись почитать их. После своего обращения я должен был разобраться, кто такие мормоны, адвентисты седьмого дня. И вижу, что в самом основании у них заложены видения, не соответствующие Библии. Далее я не стал исследовать, хотя просмотрел все их книги и прочитал. Сложнее рассуждать о двух волях и двух естествах Божиих. Повторяю, что это лично мое мнение. Здесь на соборах вторглись в недосягаемое, и доводы были очень сильными с той и другой стороны. Думаю, что не стоило никого отлучать, так же как и при иконоборчестве. Если бы здесь жили копты и григориальные армяне, то хотя я 40 лет несу слово Божие среди всех сектантов, но с ними бы на эту тему беседовать не стал, считая это опасным и безразличным. Но раз церковь признала их еретиками, то и молиться с ними нельзя, и это я должен выполнить. Считаю, что мнение умеренных иконоборцев, не отрицавших иконы, но добивавшихся лишь того, чтобы они были подняты выше головы человеческой в храмах, мне более импонируют, ибо вижу, в какую яму впали с иконами сегодня. Самое настоящее, неприкрытое идолопоклонство свирепствует в православных храмах. Людям нужны не просто изображения, но чудодейственный фетиш, и поклоняются, как истовые идолопоклонники. Нет иконы – некому молиться. С нами присутствовала коренная икона, или казанская икона, Божьей Матери. Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 752, тема «Церковь». Подскажите, какую книгу можно почитать в виде диспута православного с баптистами, чтобы знать, как говорить с ними? Ответ. «Я сам учился по миссионерскому журналу «Ревнитель» большого формата, около 1400 страниц подшивка», – отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Законспектировал его не менее пяти раз и практически заучил. Позже начитал на пленке книгу Кальнева «По размеру, равную Новому Завету», звучание на пленке около 25 часов. На основании этих книг была выпущена брошюрка от моего имени, на которой меня поставили как бы автором. Но это не так, я всего лишь ученик, хотя до многого доходил самостоятельно, и у меня есть прекрасные наработки из практической деятельности. Все это, взятое в совокупности, входит во второй том «Открытым оком». Необычайность этого материала заключается в том, что большую часть вины за возникновение сект нам, православным, нужно брать на себя. Если бы православные священники учили народ истинному православию, его красоте в неповрежденном виде, чисто по слову Божию, то ради чего бы люди искали лучшего? Возникают секты из-за гордости человеческой, из-за непокоривости руководителей, но главное все же в невежестве, непросвещенности. Если был страх Божий у римских пап, то разве могла бы возникнуть у них мысль презентовать накловенство над Вселенской Церковью? Но отсюда и началось разделение. Фактическое размежевание Востока и Запада совершилось, и теперь брошены все силы на то, чтобы оправдать причину разделения. Любыми путями доказать, что апостол Петр был главнее прочих апостолов. Безумная в нечеловеческой гордыне реформа Никона с претензией на то же самое Вселенское Патриаршество раздробила и Церковь, и русский народ. И так же, как у католиков, дьявол держит в крепкой узде нераскаянности апологетов этой реформы, приведшей к обмерщению реформированную Церковь. И вместо раскаяния не только за свои действия, но и за произведших это разделение, начинают подгонять к канонизации Никона. Это уже не неведение результатов реформы, но умышленное присыпание солью и грязью вместо разреза, чтобы он никогда не сросся. И когда через 333 года в октябре 2001 года Синод РПЦЗ от имени всей Церкви принес покаяние перед старообрядцами, лжепатриоты стали за это обвинять архиереев. Питательная среда для новых ересей растет действиями лжепатриотов, отколовшихся от РПЦЗ и ведущих к новым расколам под руководством новых варнаф и варраф. Если действительно мы хотим уменьшить и может даже прекратить рост ересей, мы должны обратиться за опытом к Василию Великому. Этот гигант мысли, правовед, творец канонов, строгий и беспощадный каратель безнравственности, умышленно ломал сам себя, смирял себя перед соборным решением своих собратьев. Будучи не согласен с их решением, он все же находил, что можно и некоторые канонические правила нарушить и принять находящихся вне Церкви епископов в сущем сане, чтобы прийти к вожделенному единству. Что, все, наверное, сегодня? Да, я хотел подчеркнуть, вот сегодня, когда говорят вот эти вопросы, ну, можно их сегодня же оживить, показать, кто там есть, какие говоруны-то, ну и послушать, какие они дадут ответы. Я заранее могу сказать, они не ответят. Они начнут рстить в сегодняшней церковной власти. Здесь сказано в пророческом духе, никому не угождая, как угодно Богу Духу Святому. Вот в чем суть разницы. Поэтому то, что у нас начитаны в моей книге, их можно повторить, и все остальное можно сделать. Вопросы это ни одному не ответить. Ни одному. Потому что это и происхождение, это рождение, это полная отдача водительству Духа Святого по Святой Библии, Святым Отцам. Если хотите мои слова проверить, я ничего на себя не беру. Вы просто посмотрите. Я касался тем, таких, которые вообще никто не касался. Вот, допустим, конкретно. Сколько канонов нарушается? Спросите у Осипа другого. Сколько действующих? Сколько было в книге правил? Они ни на один вопрос, это три вопроса только к этому, не ответят. Никто не ответит. Ни Ткащев, ни Смирнов. Абсолютно точно говорю. А как? Заниматься надо. Не любоваться самим собой на кафедре. Они говорят. Мирские люди бывают. Под бородой даже. И вот здесь вопрос задан. Не мне. Люди пришли к Богу. И им показалось, что я могу им показать, где этот ответ. Но не больше. Сегодня же не так. Он сидит, мемлит, что говорит? Ну, возьмите этот там Максимов Георгиев. Ну, что он отвечает-то? Пархоменко там, Островский. Ну, это неверующие люди. Разрушители. Дело Божие. Вот поэтому на эти вопросы я всегда и указываю. Берите, сравнивайте, задавайте другим. И посмотрите, какой ответ дадут. Мне абсолютно безразлично, кто верит в то, что я говорю, или не верит. Принимают, не принимают. Делаются ли моими врагами? Мне-то никакого дела нет. За это отвечает Бог. Он сказал, он отвечает. Вопрос уже не ко мне дальше. Я должен показать. Так говорит Господь. Любимый мой промок Михей так отвечал. Что скажет Бог, то изреку и я. Излюбленная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. И поэтому то, что мы сейчас вот вопросы выставляем-то, они только начинают выставляться по одиночке. И теперь посмотрим, какие будут отзывы. А провернуть эти вопросы никто не может из живущих на земле. Никак. Он должен сказать, я безбожник. Библию не признаю, как сейчас Квачкова там начинает показывать. Он что он. Он никогда не был верующим. И теперь чего с него требуют? А он хотел. Зачем же вы его благоставляли-то? А теперь мы отнимаем это. Дезавуирует свои подписи. Отошел. Спаси Христос с Богом. С Богом. Спаси Христос с Богом. Спаси Христос. Зовите других нам бы утренне богатым. Нашу молитву. Кого знаете? Что-то пять человек-то. Сделать больше. Сбази Христос с Богом. Все. Все.